Пять команд, три российских региона и сборная Донецкой и Луганской народных республик. Рождественские огни. Ульяновский турнир дал старт сезону состязаний по флорболу в России. Зимой в Европе много турниров флорбольно. И все более титулованные, более финансово крепкие клубы уезжают играть в Швецию, Финляндию. У кого не хватает средств или кто менее титулованный, для них турниров и зимой нет. На Новый год. Для этого и хотим перевести его в всероссийский, чтобы все желающие были. За семь лет, которые существует Ульяновская федерация, воспитана плеяда молодых тренеров, востребованных в стране. Мастера спорта, чемпионы России, участники расширенного состава сборной. А это достойная юниорская смена. Четыре года я выступаю. Мы были в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Нижнем Новгороде. Мы еще в Подмосковье были. У нас было много турниров. Мы их выигрывали. Иногда второе место занимали. Я выбрала этот вид спорта, потому что мне больше всего понравилось. Я видел хоккей, но я нашел для себя более подходящий флорбол. За игрой юниоров наблюдать интереснее, говорят тренеры. Молодежь очень азартная. Совершенно не угадаешь, как покажет себя та или иная команда на состязаниях. Команда молодая. Не будем, наверное, называть конкретно фамилии. Но прогресс имеется, налицо. Пока я доволен со своими ребятами. Мы пока выходим в полуфинал. Вот сейчас мы будем играть с командой Донецка. Полуфинал, да, за выход в финал. Пока мы лидируем. Пока. Команда Донецка-Луганска на турнире второй раз. В прошлом году сборная выставила на турнир взрослых игроков. В этом году свои силы попробовала молодежь. До пьедестала немного не дотянули, но самое главное – участие приняли. Очень не хватает финансирования. К сожалению, республика становится только на ноги. Многие предприятия, они работают. И обеспечить нас финансированием они не в состоянии. Но благодаря поддержке наших российских друзей, есть такая еще и программа интеграции Донбасса в регионы РФ. Русский центр помог. Например, они нам до ногу оплатили. Добрались. Разные регионы – разный уровень подготовки. И если команда из Нижнего Новгорода – постоянный участник российских турниров, то в соседнюю с нами республику Мордовия флорбол пришел только в 2014-м. Пока что о верхних строчках говорить рано. «Была такая очень сильная конкуренция. Мы это немножко не ожидали. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, было сложно. То есть соперников слабых не было вообще. И нам не удалось выиграть, но боролись. Несколько игр мы сыграли на хорошем уровне. То есть у нас задача была набраться опыта на большой площадке, что мы и сделали». Организаторы планируют вывести турнир «Рождественские огни» на всероссийский уровень. Статус позволит привлечь до 30 команд. А это уже серьезный шаг в продвижении флорбола. Работа предстоит большая. Главное – не сдаваться. Флорбол – вид спорта. Не столь популярный, как его старший брат – хоккей. Но не менее зрелищный. Наказ страстей на поле ничуть не уступает. Волнение на трибунах также высоко. А каждый забитый гол – это результат упорных тренировок всех членов команды. Финальный свисток турнира даст старт подготовки к новым свершениям. Вера Мещерякова, Леонид Скомарохов. Репортер 73.